МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Сыны Западной Армении Леонид Асгалдян. Сегодня 103-летие орбитажного решения Вудра Вильсена. Ереван передал Баку шестое предложение по мирному договору. Переселенцам из Арцаха дополнительно выделят 4,1 миллиона долларов. Саманта Пауэр. В Баку готовится к открытию Зангизурского коридора. В Восточную Армению прибудет специальный докладчик ООН по вопросам установления истины, правосудия и возмещения ущерба. Анимационный фильм об Авроре Марк Диганян покажут в Лондоне 24 ноября. Сегодня 22 ноября день рождения героя Арцаха Леонида Асгалдяна. И ему исполнилось бы 81. Леонид – первый армянин, который поднял вопрос об армии и назвал свой отряд армией. Леонид был уверен, что без регулярной и мощной армии невозможно сохранить независимость Армении. Что все победы будут сведены к нулю, если за ними не будет стоять регулярная армия. Леонид Асгалдян – основатель и первый командующий освободительной армии. Армия была небольшой, но идеальной, которая шла в бой не для того, чтобы убивать или погибнуть. Армия вступала в бой, чтобы победить. Чтобы вернуть наши незаконно оккупированные земли, нужно было победить. Леонид Асгалдян без потерь освободил северо-восточные границы Армении. Леонид Асгалдян погиб 21 июня 1992 года в близ села Тоннашен Мартакерского района. Посмертно награжден Орденом Республики Армении «Боевой крест» первой степени. Вечная слава павшим бою героям. О легендарном командире можно прочитать на нашем сайте WesternArmemiaTV. Видеоматериал доступен на нашем YouTube-канале. Имя 28-го президента США, политического и государственного деятеля, академика Вудра Вильсона, сегодня известно всему армянству, как Армении, так и за ее пределами. 22 ноября 2023 года исполняется 103 года со дня принятия орбитажного решения президента США Вудра Вильсона или орбитажного соглашения Вильсона относительно границы между Арменией и Турцией. 10 августа 1920 года был подписан Северский договор, которого долго ждал и возлагал в него большие надежды армянский народ. Согласно иску, подданному на конференции в Сан-Рему в статьях 89.90 Северского договора об определении границы между Арменией и Турцией, 28-й президент США Вудру Вильсон 22 ноября 1920 года представляет свое орбитажное решение от турецко-армянской демаркации границ провинции Карин, Трабзон, Ван и Бетлис, по которому общая площадь Армении должна была составить более 160 тысяч квадратных километров. Орбитажное решение является окончательным и обязательным для исполнения. Он не имеет ограничений по времени и его статус не зависит от дальнейшей судьбы решения. Орбитажное решение Вильсона является обязательным для всех истцов, которые в настоящее время являются следующими странами – Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Официальный Ереван сообщает, что представил азербайджанской стороне свое шестое предложение по мирному договору. Армении остаются привержены заключению и подписанию документа об урегулировании отношений на основе ранее заявленных принципов, говорится в заявлении МИД Восточной Армении. О каких предложениях идет речь Ереван не уточняет. Напомним, что Баку на днях был недоволен тем, что Восточные Армении представили пятый вариант мирного соглашения, однако уже два месяца Ереван не реагирует. Помощник главы Баку Хикмет Гаджиев заявил, что Баку еще 11 сентября передал его с пояснительной записью, ожидая ответа в ближайшее время. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что это историческая возможность. Препятствий для заключения мирного договора нет, особенно после восстановления суверенитета Азербайджана. Насколько готова Армения и сейчас возникают серьезные вопросы, заявил Гаджиев, подчеркнув, что мяч сейчас на поле Еревана. Министр иностранных дел Восточной Армении Арарат Мирсоям подтвердил, что Баку передал новые предложения. Есть процесс, есть обсуждение. Конечно, очных переговоров за это время после июня не было. К сожалению, есть существенные вопросы, в которых позиции сторон все еще довольно далеки друг от друга, заявил Мирсоям. Специальный докладчик ООН по вопросам установления истины, правосудия и возмещения ущерба Фабиан Сальвиоли с 16 по 24 ноября 2023 года посетит Армению с официальным визитом. В ходе визита эксперт ООН оценил меры, предпринимаемые властями Армении в сферах стимулирования истины, справедливости и возмещения упоминания и гарантий неповторения, коснется серьезных нарушений прав человека во время конфликта гражданских беспорядков. Эксперт проведет встречи с должностными лицами правительства, представителями законодательного органа, судебной власти, сил безопасности Национального института по правам человека, членами организации гражданского общества. ООН посетит Ереван и другие места республики. 24 ноября 2023 года в 10.30 по местному времени спецзакладчик ООН созовет в зале заседания ООН пресс-конференцию по адресу Петроса Адамяна, 14. Вход журналистов строго ограничен. Сальвиоли представит свой доклад Совету по правам человека в сентябре 2024 года. Господин Фабиан Сальвиоли, Аргентина, был назначен специальным докладчиком Совета ООН по вопросам содействия установления истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения в 2018 году. Он правозащитник и профессор. Фабиан Сальвиоли – профессор международного законодательства и прав человека юридической школы Университета Ла Плата. Для перемещенных лиц из Нагорного Карабаха будет выделено дополнительно 4,1 млн долларов. Об этом заявила в своем микроблоге «Икс» директор агентства США по международному развитию Саманта Пауэр. С учетом дополнительного финансирования, общий объем американской гуманитарной помощи для жителей Арцаха 2020 года составит около 75 тысячам беженцам и перемещенным лицам. Отметим, что после данной новости помощник главы Баку Хикмет Гаджиев в своем микроблоге «Икс» обвинил главу USAID Саманту Пауэр в сотрудничестве с бывшим госминистром Арцаха, предпринимателем, благотворителем гуманитарной инициативы «Аврора», ныне арестованным Баку Рубеном Вартаняном. По словам Гаджиева, Саманту Пауэр и Рубена Вартаняна якобы объединили азербайджанофобию, туркофобию, политическая коррупция, денежные разговоры и политические обманы. Маска сорвана, USAID больше нет места в Азербайджане, написал помощник Алиева. В Баку, как ни в чем не бывало, продолжают готовиться к открытию Зангизурского коридора. Правительство Баку проводит работу по вводу в эксплуатацию Зангизурского коридора. Государственный таможенный комитет тоже участвует в этих процессах. Сейчас мы работаем над пропускными пунктами Зангизурского коридора. Об этом сообщил журналист, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров. В то же время мы работаем над новым проектом и уже на следующем этапе начнутся строительные работы, добавил Шахин Багиров. Под Зангизурским коридором имеется в виду некий путь, а если точнее два – автомобильный и железнодорожный по территории Армении. Иреван категорически заявил о неприятии подхода в духе коридорной логики и отверг любые попытки придания экстерриториального статуса коммуникациям. Баку упорно продолжает называть коммуникации коридором, хотя на уровне президента этой страны были сделаны вялые попытки говорить о принадлежности этих дорог Армении. Новый анимационный фильм о судьбе Авроры Аршалуис Марди Ганян покажут в Лондоне 24 ноября. Показ состоится в зале, предусмотренном для просмотра документальных фильмов. В новом фильме, названном «Восход Авроры», документальные эпизоды переплетены с анимацией «Пишет Гвардиан». В фильме соединены три Авроры. Первая – настоящая, заснятая в 1994 году, незадолго до своего ухода. Там она рассказывает о своем жизненном пути на армянском и английских языках. Вторая – воссозданная в анимации, для которой использовали бумажные фигуры и декорации. Третья Аврора – это она сама в молодости. Играющий в немом фильме аукцион «Душ», который был снят в 1919 году, вскоре после переезда в Америку. От старого фильма сохранились лишь несколько фрагментов. Мы видим, как из девочки в большой и дружной семье, устраивавшей домашние спектакли, она превратилась в сироту, шедшую маршем смерти, подвергавшуюся насилию и попавшую в рабство. В конце концов, она попадает в Америку, где история ее жизни попадает в газеты, а затем на киноэкран, пишет газета. Сценарий фильма был создан по мотивам автобиографической книги, которую Аврора написала в первые годы жизни в США. Режиссер фильма Инна Саакьян. Концовка фильма снова выводит нас в 1994 год, где Марди Ганян говорит, что не хочет мести, просто хочет справедливого суда над всеми виновными. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok